Здравствуйте, это прямой эфир. Мы говорим о главном для Оренбуржья, здесь и сейчас. И не только здесь. Смотреть, комментировать, высказывать свое мнение. Вы можете также в YouTube-канале и Telegram-канале Оренбургского регионального телевидения. Там тоже начались прямые трансляции. А если хотите позвонить и высказать свою точку зрения в эфире, то телефон 8 800 257 01. Итак, что же будет сегодня? Сегодня Оренбург обрел, наконец-то, официально полноправного главу города. Собственно, об этом и поговорим. Да, а также попытаемся понять, как сегодня пользоваться социальными сетями. И можно ли за это, за какой-нибудь селфи схлопотать срок. Поехали! Итак, случилось. Буквально несколько часов назад Оренбург снова официально обрел главу города. Действительно, пока... Ну, об этом поговорим более подробно позже. А пока, ну, как перед Новым годом, да? Вспомним тех, кто руководил Оренбургом ранее. Причем, да, не только наше мнение, но и ваше, скорее, наших зрителей. Конечно, конечно, потому что мы спросили горожан сегодня, кто из глав города им запомнился больше, и, собственно, чем он им запомнился. Кто мост строил в Гаранькин? Данковцев мне запомнился, потому что он руководил городом в очень трудное для нас время. Это было время перестройки. Данковцев. Чем? Потому что лично моей семье он помог с получением квартиры. Большое ему спасибо. Геннадий Павлович. А чем? Да всем он как-то заботился о городе. Мещеряков. А чем? С своей харизмой. Мещеряков. Было красиво в городе, чисто. Хорошо. Цветочки. Цветочки, да. И вообще было хорошо. Конечно, Мещеряков. Был город цветов и фонтанов. Ильяны, то, что ничего не сделал, быстренько под угоду смылся в Москву. Да сложно сказать. Последнее время они так часто меняются. Знаешь, я думаю, если через несколько лет провести такой же опрос, то Сергей и Соломина могут запомнить как раз-таки очень долгим пребыванием с приставкой ИО. Действительно. Может быть и так. Напомню, предыдущий глава Владимир Ильин их покинул после, еще в сентябре прошлого года. И вот все это время, то есть практически полгода, без нескольких дней, город и горожане ждали. Да, комиссии, собственно, нужно было выбрать из 20 претендентов всего двух человек на главное кресло. Но она с этим решением не спешила. Только ленивый, пожалуй, не высказался о том, что сроки, ну, мягко говоря, подзатянулись, хотя формально были в рамках закона и как бы никакого нарушения не было. Да, только накануне комиссия выдвинула двух претендентов. Это исполняющие обязанности, собственно, главы города Сергей Солмин и руководитель горнолыжного курорта Кувандик-365 Дмитрий Васильев. Действительно, уже сегодня утром, вот вы можете видеть кадры, мы их сняли буквально в 10 часов утра, на заседании городского совета, в общем, стали выбирать главу, события развивались стремительно. Да, оба соискателя на пост зачитали свои программы стратегического развития города, собственно, а после депутаты провели тайное голосование. Да, из 37 обладателей мандатов один бюллетень испортил, трое воздержались. А вот оставшиеся 33 отдали голоса Сергею Солмину. Да, и уже спустя буквально два часа после всего этого Сергей Солмин принес присягу. Говорю же, процесс вышел, ну, просто стремительным, иначе не выразишься. Кстати, если вы не знаете, как проходит официальное вступление главы в должность, то сейчас мы вам это покажем и расскажем. Мы уже знаем. Да, Слава? Да, посмотреть на все, что там происходило, пришлось мне. Присяга главы города – это, конечно, не инаугурация президента, но тоже событие торжественное и глубоко протокольное. Оно проходит в актовом зале мэрии, который украшают флагами страны, области и города. В середине стоит трибуна, за ней-то и развернется главное действие. Вновь избранный глава должен подойти, положить руку на устав и произнести текст клятвы, что и сделал сегодня Сергей Солмин. Клянусь при осуществлении полномочий главы города Оренбурга уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, служить процветанию города и благополучию его жителей. После уже глава города получает знаки отличия – символы муниципальной власти. Если провести аналогию с дореволюционной Россией, то для царей это был скипетр и держава. Сегодня для глав это устав и нагрудный знак. Расскажу немного о каждом. Такой устав, красиво оформленный, существует в единственном экземпляре. Вручается мэру в день присяги и хранится у него в кабинете вплоть до конца полномочий. С нагрудным знаком поинтереснее – это большой картуш, то есть украшение в виде сфитка пергамента, в котором изображен герб города и ключ. Символически получается – картуш крепится к солидной цепи из 17 звеньев. Все это великолепие выполнено из латуни, украшено эмалью и имеет солидные размеры. По документам знак может быть надет на грудь мэра, но на практике такого не случалось. Знак вручают в главе в коробочке и хранится он в ней же в кабинете первого лица города. А в конце срока полномочий возвращается в Горсовет, чтобы перейти уже к новому главе. Интересно, что традиция с нагрудным знаком самая молодая. Его создали в 2018 году, то есть до этого его получали только Дмитрий Кулагин, Владимир Ильиных и теперь Сергей Салмин. После принесения клятвы и вручения всех символов, глава города принимает поздравления и наставления от губернатора, председателя городского совета и почетных граждан Оренбурга. В финале все гости слушают выступление хора. Обычная церемония сопровождалась фанфарами, но в этом году от них решили отказаться. Вспомнилась мне старая добрая шуточка про вашу маму, которую и там, и тут передают. Вы впечатлились, сударь? Знаешь, безмерно. А еще мне, так скажем, выпала честь. Я услышал первое заявление Сергея Салмина в статусе полноправного главы и предлагаю сейчас... Оно было, кстати, очень ожидаемо. Глава ответил на вопрос, чем он займется в первую очередь. Во-первых, полноценно набрать уже команду. Скрывать не буду. Ну, в общем-то, это никакой не секрет. Я и раньше этого не скрывал, потому что тех ребят, которых я приглашал на определенные позиции, они, к сожалению, не хотели идти работать, потому что понимали, что ситуация подвешенная, да, и не понимали, что будет с ними дальше. То есть они сейчас работают где-то в правительстве, где-то на производстве, в разных муниципалитетах, даже больше скажу. И, соответственно, очень переживали за то, что, ну, не состоюсь я, скажем так, да, и, соответственно, они там рабочее место оставят, а здесь, соответственно, с новой командой могут не зайти. Поэтому это было, наверное, одно из самых таких сложных моментов команды формирования и образования. Ну, и, соответственно, выполнение тех задач, которые стояли перед муниципалитетом. Сейчас, я думаю, мы эту ситуацию исправим. Выбор, первое заявление и первые итоги работы нового главы обсудим прямо сейчас. Да, наши гости Андрей Губи, партия «Справедливая Россия», Денис Батуренко, ПРФ и Вадим Бигбов, ЛДПР. Здравствуйте, господа, спасибо вам большое, что после такого, в общем, насыщенного для вас дня вы нашли время, пришли в нашу студию. Ну, наверное, первый вопрос, почему никто из вас не отдал голос за второго кандидата? Дмитрий Васильев. Да. Добрый день. Ну, давайте, первый я выскажусь. Рассматривали мы сегодня кандидатуру, у нас на фракции. Мы принимали решение непростое, нужно назначить главу города, это ответственная должность, поэтому просматривали все детально. Во-первых, Сергей Александрович Соломина есть опыт работы в муниципальной службе, причем немалый. Мы увидели, какую работу проделал он уже на посту первого зама главы города, вот, поэтому мы свои голоса дали ему. Денис, Вадим, почему вы не поддержали? Ну, мы изначально, наша партия говорила, что мы за прямые выборы, и в этом конкурсе мы как бы участвовать не собираемся. И тот бюллетень, который был испорчен, это был мой бюллетень. Я прям даже написал там ЛДПР за прямые выборы и зачеркнул две кандидатуры. Вот об этом чуть попозже. Почему, ну, то есть, если бы вы не имели такой позиции по прямым выборам, вы бы были готовы поддержать Васильевна? Изначально не против Соломина. Мы за то, чтобы народ выбрал мэра нашего города, чтобы это был избранник народа. Вот и весь смысл. Денис, Васильев, чем я угодил вам? Нет, ну, у нас тоже позиция наша понятная, и неоднократно мы ее высказывали. Мы однозначно выступаем за прямые выборы главы города Оренбурга. Наши товарищи вносили в законодательное собрание соответствующий законопроект. К сожалению, его не поддержали большинством голосов партии «Единая Россия» и пенсионеры, по-моему, тоже. Вот, и, соответственно, мы опросили наших избирателей, опросили как-то во встречах в социальных сетях. Мы неоднократно это делали. И, ну, наши избиратели предложили, чтобы не участвовать в этом. Давайте я переформирую мой вопрос. Я так упорно не на тот, пока идете. Васильева, вы видели бы, как главу города, неважно какие выборы, если бы это были прямые выборы? Ну, если бы это были прямые выборы, мы бы, наверное, кандидаты ввели какую-то избирательную кампанию, да? И, соответственно, мы бы видели. Вы сегодня слышали программу. Это первое. Если бы были прямые выборы, то наша партия, безусловно, выдвинула бы своего кандидата, и мы бы поддерживали его, а не Васильева, Иванова, Петрова, Сидорова. Слушайте, люблю политиков. Спасибо большое. Будем считать, что давайте пойдем к следующему вопросу. Совершенно верный ответ. У нас бы было точно так же. Мы бы выдали своего кандидата и голосовали бы, и предвыборная кампания была бы у нас только на него. Ой, политики, политики. По Солмину, который все-таки большинством голосов, 33 голоса он сегодня получил, вот первые месяцы его работы в статусе ИО, как вы их оцениваете? Есть ли какие-то вещи, которыми вы довольны, либо есть какие-то претензии, которые вы считаете явными? Нет, ну претензии, конечно же, претензии высказывают в первую очередь оренбуржцы, но пока говорить о чем-то, возможно, приставка его действительно мешала ему привлекать каких-то людей в свою команду, работать чем-то. Хотя, боязнь, есть опасения к жителям города, ну и, соответственно, наше, что он будет защищать не интересы города Оренбурга и горожан, а интересы тех, кто его направил, скажем так, на этот пост, то есть правительство области. Нам бы хотелось, конечно, чтобы в первую очередь он слышал горожан, потому что есть, ну пока есть такие вещи, о которых он говорит, жители бы не хотели этого. То есть, если мы сейчас говорим о неудобстве для автомобилей в центре города, ну 50 тысяч человек живут за Уралом и едут через центр, почему им они должны быть неудобными? Ну и много других вещей, но хотя, еще раз говорю, возможно, он еще и не вошел в какой-то свой, надо смотреть, на самом деле. Андрей, вот как бы вы пока первые месяцы работы бы оценили? Ну, первые месяцы как бы выливался в работу, создавая там свою команду, возможно, до конца еще он ее не создал. Но меня поразило другое, что все мы знаем, был он на больничном, проводил операцию. На следующий день после операции, находясь на больничном, он включился в эту же работу, был на телефоне. Как раз мы знаем, в этот период у нас снегопад сильный шел, то есть сильно переживал, созванивался с главами округов, отслеживал, как идет уборка снега, чтобы жителям было комфортно передвигаться. То есть, независимо от того, находясь даже на больничном, он жил вместе с жителями. Ну, нам о своих переговорах по телефону он не рассказал, понимаете? Ну, видите, как у вас это, степень близости-то разная. А вы спрашивали, зачем вы тут трое? Господа, вот вам ответ, зачем вы тут трое. Карты скрываются. Карты скрыты, да. Давайте смотреть объективно. Вот до его прихода и после его прихода его. Вы что-нибудь увидели, изменения какие-то? Я лично особых изменений не увидел. И вот все проблемы, которые были в городе, они фактически остались теми же. Там, может быть, что-то как-то что-то сдвинулось, но на самом деле суть проблемы не поменялась. У нас с мусорками как была проблема, так она осталась. С безобразительными собаками она была, она осталась. С пассажирскими транспортами осталась проблема. МПК, пассажирский перевоз, МПК, также банкротится. Да, может быть, правильно коллега сказал, ИО ему мешало реализоваться. Дальше посмотрим, как он будет работать. Я здесь немножко с коллегой не соглашусь. Во-первых, придя летом, он доделывал то, что делал до него... Наследие, так сказать. Наследие, да. Или наследство, как тут в данном случае. Наследие у него еще долго будет, на самом деле. Вот, поэтому здесь тяжело судить о тех 4-5 месяцев, который он был первым заместителем главы. Заместителем главы. Но мы видим, какие продвижения идут вперед. Если брать предприятие МКП, то действительно там сейчас разрабатываются новые маршруты, которые внесли, чтобы меньше соприкасались маршруты на одной линии разгрузить, чтобы пассажиропоток увеличить. И, соответственно, насколько мы знаем, у нас с области приходит субсидия очень большая. Это порядка миллиарда рублей на закупку нового автотранспорта. Поэтому, ну, рано крест ставит на этом предприятии. Я так думаю, что еще... Можно я тогда добавлю? Вот этот миллиард, про который сейчас говорит мой коллега, он был известен до Нового года. В январе-феврале надо было провести торги и приобрести эти автобусы, которые на тот момент стоили порядка 15-16 миллионов. А сейчас, в связи с обстоятельствами у нас в стране, и мы эти торги пропустили, они сейчас будут 30 стоят. Мы должны были купить 80, допустим, автобусов. Ну, я не буду точно говорить, там, 8-70. А купим в два раза меньше. Мне кажется, что это неэффективность. Господа, вот на заседании сегодня баталии были, или вы, ну, вот как-то без каких-то споров, без вопросов перешли к голосованию? Ну, мне кажется, баталии на самом деле не было. Мы задали единственный вопрос. Я задал, что... Минут пять, по-моему, да, мы его задавали. Просто я хотел, чтобы он раскрыл все проблемы, которые касаются города Оренбурга, на самом деле. Как он это видит? Да, он на своем докладе много раскрыл, но были еще вопросы. И вот этот последний вопрос, когда я спросил у него, надолго ли вы здесь, я тоже хотел зафиксироваться, чтобы я понимал, и люди понимали, горожане, насколько он пришел, чтобы он сказал, да, я надолго. И не получилось так, что через год его не будет. Да кто же на такой вопрос честно ответит, концы-то концы. Неизвестно. Господа, вопрос, наверное, последний. Десятиминутным же выступлением он просто не мог все рассказать. И мы за те 10 минут, которые были отведены на вопросы, естественно, не могли все задать. Мы понимаем, что, хотя мы и не участвовали в этом, но это произошло. Он глава города, у него какие-то рычаги. Я надеюсь, что он будет слышать депутатов. Мы слышим своих избирателей. Будем его доносить. Прослышать депутатов. Давайте обозначим три, на ваш взгляд, главных вопроса, проблемы, на которые стоит обратить внимание новому главе. Вот чем должен глава в первый год собственной работы заняться по-вашему? В первую очередь, ваше мнение. Ну, если выстраивать административную работу, то нужно работать в команде вместе с депутатами, сплоченными. То есть, слышать депутатов. Соответственно, мы прислушиваемся к администрации и все это реализовывать для блага жителей. Ну, то есть, работать вместе с депутатами еще на что стоит? Ну, коллеги, наверное, добавить. Что же у нас проблем нет? Докажем это. Удивальное хозяйство и экология. Проблемы, проблемы, они и есть. То есть, у нас очень старый фонд образовательный. Мы знаем, действительно, все постройки школ у нас там 60-70-х годов, которые сейчас требуют капитальный ремонт. В рамках бюджета, ну, не все школы могут отремонтироваться. Но, вот, знаю, в 22-м году сейчас готовят документы, чтобы получить субсидию. Третий? С правительства на реализацию этой программы. Ну, и третий – это благоустройство. Денис, вы бы как сказали. Ну, я уже сказал, это социальное, это муниципальное хозяйство и это экология. Ну, первое, я так понимаю, чем он должен заняться, это команду все-таки свою сформировать, потому что ему досталась все-таки команда еще от предыдущего главы города. Я думаю, этим он и вопросами займется, ему как минимум зам нужен, который будет. Ну, второе, то, что сейчас мы видим закрывание многих предприятий, и я полагаю, что у нас увеличится безработица. Я думаю, с этой проблемой он тоже столкнется прямо в ближайшее время, помимо тех, которые мы и так все знаем. Ну, а третий – это безопасность наших детей в школе, которые, вот, антитеррор, не выделено денег нисколько практически. Вот так. Наверное, еще вот последний вопрос задам, раз у нас уже так рифленом шло, да, это надолго, ненадолго, так далее. Вообще, перед любым человеком, который сейчас будет на этом месте, насколько сейчас важно, ну, так выразимся, максимально быстро себя показать, как вам кажется? Все зависит от команды. Ну, если будет сплоченная команда, отлаженная работа, то, в принципе, мы через 2-3 месяца уже увидим результат работы. Ну, я опять предлагаю смотреть объективно, сейчас, конечно, город в очень плохом состоянии, но, правда, его запустили. Два с половиной года им не занимались, ну, и объективно им реально не занимались. Сейчас, я думаю, что прям, чик, мы не полетим. Но к концу года какие-то уже перемены, я думаю, что мы должны увидеть. Я думаю, мы перемены увидим все к лету. Как правильно, вот, товарищ мой коллега сказал, что даже при формировании команды, я думаю, мы увидим. Мы поймем, что это за люди. Да, мы увидим, во всяком случае, вот, как минимум, мы трое здесь сидящие и наши коллеги, как они будут работать на заседании городского совета, как они будут слышать людей, как они будут слышать город, в первую очередь, для горожан. Мы понимаем, что приставка его сильно мешала. Можно привести кучу примеров, когда, ну, приходилось, там, договариваться в голове с кем-то, а когда нет его. Поэтому, я думаю, что мы это увидим уже к лету. Будет все хорошо или будет все не очень. Мы видим прекрасно бюджет, мы понимаем, что ему тяжело с этим работать, мы видим рост цен. Мы посмотрим, как он будет работать в этой ситуации, мы все поймем, я думаю. Спасибо вам большое, что еще раз говорю, после такого тяжелого дня, когда у вас утром из заседания горсовета, потом церемония, собственно, присяги, а вечером мы, вы, собственно, с нами были. Спасибо вам еще раз. А мы, пожалуй, прервемся на минуту. А потом меняем тему. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, наша вторая тема – это социальные сети. Инстаграм и фейсбук, принадлежащие компании Мета вне закона. Компания и оба ресурса признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации. Да, а еще раньше они были заблокированы для нас рядовых пользователей, собственно. Но, однако, это еще не значит. Да, это и все. Ничего еще пока не значит. Да, потому что бизнес в печали, а рядовые пользователи все ищут, пытаются найти какие-то обходные… Пути и лазейки, да. Пути и лазейки. Ну, наша первая гостья, как раз представитель того самого бизнеса, который очень долгое время работал на социальных сетях, мастер перманентного макияжа и татуировки Ольга Яковлева. Здравствуйте, Оль, спасибо, что пришли. Собственно, первый вопрос, наверное, самый очевидный. Насколько ваш бизнес зависел от этих социальных сетей? Ну, вообще, бизнес был завязан в основном только на этих соцсетях. Все клиенты в основном были оттуда. Естественно, были и другие соцсети, которые приносили других клиентов другой аудитории. Но большая часть, конечно же, была оттуда. Когда вы услышали о том, что эти соцсети теперь запрещены, заблокированы, ваша первая реакция какая была? То есть вы не понимали, что делать, вы не понимали, как дальше работать. Или, может быть, вы тоже пытались найти какие-то обходные пути, как в общем? Первая реакция, конечно же, была шоком, потому что никто такого не ожидал. Вторая реакция, которая пошла, откуда брать клиентов, потому что сейчас все это застопорится. Работать надо, деньги нужны. И, конечно же, находились другие пути решения. Сейчас уходим в другие социальные сети. К сожалению, Инстаграм, который признан сейчас экстремистской... И запрещена в России. И запрещена в России, да. Большая часть аудитории осталась там, и нам приходится брать аудиторию совершенно другую, которая ранее не была в основных соцсетях. Смотрите, вообще, вот как вам кажется, да, вот ваша сфера, да, то есть бизнес, построенный вокруг красоты, вокруг услуг, он насколько вообще сросся с соцсетями, да, то есть это вот была прям такая плотная связка, да, сколько, какой процент клиентов приходил именно из вот тех социальных сетей, которые сейчас запрещены? Ну, на самом деле, именно по моей специальности перманентного макияжа и татуировки, где-то процентов 50 клиентов было точно из... Каждый второй. Каждый второй, да, по сути. Остальные были в основном по сарафанному радио, слава богу, оно у нас всегда работало и всегда будет работать. И какая-то небольшая часть из контакта. Были даже некоторые клиенты из одноклассников. Ну, вот так даже. Работает, оказывается. Ну, вообще, как бы, вся бьюти-индустрия, она очень завязана на этих основных социальных сетях. И я думаю, что сейчас многие малые бизнесы потерпят какой-то крах в плане прибыли. Это 100%. Вот сейчас у вас есть понимание, а что можно, а что нельзя? Или вы решили, это опасная тема, просто не трогать и переползти? На самом деле, да, лучше отстраниться от этого, потому что сейчас вообще мало понимания приходит, что можно, а что нельзя. Информация меняется, не знаю, мне кажется, каждую минуту. С одних источников поступает одна информация, с других источников другая. И все это скомпоновать в какую-то единую картину вообще не получается. И проще как-то, вот ты знаешь, какую-то 100% подтвержденную информацию, что, например, вот эта соцсеть сейчас разрешена, и мы ей будем пользоваться. Вот, пожалуйста, туда переходите, и все. А какие-то приложения, соцсети другие, то, что пока еще неизвестно, лучше пока это оставить, не трогать. Это интересная позиция. Спасибо вам большое, Ольга, что нашли время, пришли в нашу студию. Действительно, пока вопросов значительно больше, чем ответов. Мне кажется, стоит пригласить в студию человека, который разъяснит все и нам с тобой, и нашим зрителям. Да. Действительно, встречаем адвокат Ильдар Широфудинов. Ильдар, спасибо большое. Будем надеяться на ваш опыт, на ваши знания. Ну, самый, наверное, простой вопрос. Можно ли пользоваться как, ну вот... С забывательской точки зрения. Можно ли постить фоточки котика, вот Славика, меня, да, Небушка? Мы же не запрещены. Я думаю, что постить можно, да. То есть в этих социальных сетях, которые у нас признаны экстремистскими, да, будем называть их, это Инстаграм и Фейсбук. Запрещены сейчас. Ну да, запрещены на сегодняшний день Российской Федерации. То есть если нету никаких призывов, то есть помимо нас фотографий, у нас же бывает и подтекст, под фотографиями, да, если нет никаких призывов в отношении наших вооруженных сил, в отношении каких-либо призывов незаконных действий, то есть в отношении Российской Федерации, то вполне возможно это все делать пока еще. Но два юристов и три мнения, да, то есть получается так, что на сегодняшний день их запретили. Пока еще апелляция не прошла, еще на сайте Минюста их не указали как экстремистские организации. В то же время есть разъяснение Роскомнадзора, да, если вы знаете, да, что их в любом случае при их упоминании надо указывать о том, что это экстремистские организации. Вот. И в последующем, что будет через какой период времени рассмотрят апелляции, это через месяц, наверное, да, что будет, я думаю, будем ждать разъяснение непосредственно уже наших правоохранительственных органов. Потому что ситуация такая, если мы будем смотреть о законе об экстремистской деятельности, да, закон принимался не специально для этих социальных сетей, мы будем разъяснять о том, что они принимались ранее, эти законы, и они гласят о том, что эмблема, символика каких-либо организаций, которые у нас признаны экстремистскими, их размещать нельзя, да. Но если можно размещать, то есть для СМИ, с указанием, естественно, что они запрещены на территории Российской Федерации. И в этом случае будет ответственность уже. То есть я правильно понимаю, что нельзя, допустим, как это было раньше, нам в дверях магазинов, на визитках писать аккаунты этих соцсетей с там фирменным знаком. А конечно, это дело в закон на силу. Ну, когда вступит, мы уже понимаем. Когда вступит, я думаю, да, если мы рассматриваем наш закон, который у нас имеется в Российской Федерации, да, это указывать уже нельзя будет. Вопрос про монетизацию, да, мы же все понимаем, что особенно если это касалось бизнеса или крупных блогеров, да, эта история была за деньги. То есть перечисляли деньги, собственно, компании и за счет этого получали новых подписчиков, некое продвижение. Вот если все-таки решение суда вступит в законную силу, это будет уже считаться нарушением закона? О том, что было решение суда у нас 21 марта, если не ошибаюсь, да, и оно вступило непосредственно, что признание тех или иных действий, блокировки данных двух социальных сетей незамедлительно. То есть на сегодняшний день я не рекомендую покупку какой-либо рекламы для монетизации своего аккаунта. То есть можно свою рекламу какую-либо размещать у себя в социальных сетях, мы же ни призыв никакой это не делаем, да. Но покупка рекламы будет, я думаю, что трактоваться это непосредственно финансирование экстремистских организаций. А смотрите, если бы вы сказали, что пока что рядовым пользователям ничего, насколько я понимаю, не угрожает, правильно? Да. То есть можно заходить? Лайкать котика можно, да. Да, а можно ли, вот кстати, выкладывать котика можно, а можно ли чего-то котика лайкать, или если там что-то под этим котиком еще и написано? Вы знаете, сейчас такое сложное время, и я всем рекомендую поймать тишину, то есть можете выставлять, потому что бывают такие ситуации, что мы делаем лайк под каким-либо постом, и у нас в любой социальной сети можно взять и изменить текст, изменить картинку, что потом уже неблагоприятно окажется на вас, скажется на вас, я не должен. Наказание насколько суровое? Просто наверняка многие наши зрители считают, что это серия хихоньки-хахоньки, да, там, ну максимум штраф будет. Ну, будем исходить из того, что у нас пользователи вот этих хотя бы двух социальных сетей, это десятки миллионов пользователей в России, да, я думаю, что не будет такого поваленного, когда стопит законную силу, привлечение всех к административной, в том числе и к уголовной ответственности, я думаю, может быть, нам, наша прокурорительная система даст какой-то период времени, если мы там не будем заходить, или не будем публиковать какие-либо вещи. Но, все же, размещение символики, это у нас административная ответственность, если будем покупать... Там большой штраф получается, по-моему. Большой, небольшой, но потом с данной административной ответственностью могут быть проблемы для трудоустройственной работы в те или иные организации, да, мы сами должны понимать это. По финансированию организации, да, то есть если будет покупка рекламы, то это у нас уже уголовная ответственность. Это все-таки уголовная ответственность не только штрафом, но и вплоть до лишения свободы. На какой срок может быть? Ну, вот максимальная, вот представим, самую плохую ситуацию. Я сейчас, во-первых, не скажу, потому что у нас изменения происходят ежедневно, с силой последних событий, потому что мы сами понимаем о том, что... Почему их заблокировали, да, это было не первое предупреждение данным социальным сетям о том, что они были русофобии. Была русофобия, и я думаю, что это была уже вынужденная мера государства, ну, уже в лице, наверное, генпрокуратуры подать в суд о том, чтобы их запретить. Если совсем резюмировать, рекомендация ваша, все-таки не заходить в эти соцсети и выдохнуть. Сейчас можно заходить, пока никакого запрета не имеется. Более того, если мы смотрели дискуссии судьи и генпрокурора, первый заместитель генпрокуратуры был, когда подавали в суд, то он говорил, что за само нахождение, за саморегистрацию никакого наказания не будет. В то же время не надо забывать о том, что генеральный прокурор, это все-таки его слова, это не закон. Надо в любом случае следить за последними изменениями в законодательстве. Если я думаю, что какие-то будут разъяснения в последующем, то, как у нас есть такая пословица, закон суровный, это закон, да, дура лексит лекс. Мы должны все-таки исполнять. Спасибо вам огромное за то, что нашли время, пришли в нашу студию. В общем, хочется сказать, что несмотря на все перемены законодательства, мы, граждане, любим находить всякие лазейки. Да, и, по-моему, последняя лазейка, самая актуальная, это все повально пошли пользоваться VPN-сервисами, чтобы сменить свою прописку, так скажем. Давайте попробую совсем простыми словами объяснить, что это такое. Это такое приложение, обманщик, которое создает видимость, что вы находитесь на территории другого государства. Ну, по крайней мере, так это считывают, так скажем, социальные сети, компьютеры, и вы можете вроде бы как ими пользоваться. Звучит, конечно, красиво. Звучит очень красиво, но уже есть небольшая деталь. Во-первых, это стоит очень дорого. Очень появилось много желающих установить эти приложения на смартфоны, и цена доходит порой 5, 10 и даже 15 тысяч рублей. Такие предложения можно встретить на сайтах бесплатных объявлений в огромном количестве. Эксперты вообще не советуют ими пользоваться, считая, что такие предложения сами по себе могут быть аферой, да и приложения VPN-сервисов тоже могут быть небезопасны. Давайте послушаем мнение экспертов. VPN – это инструмент, которым нужно пользоваться с умом. Мы VPN применяем, чтобы получать доступ к сервисам, из которых у нас заблокирована территория Российской Федерации. Но здесь стоит опасность. Если мы применяем бесплатный сервис, нужно понимать, что пользователи являются источником заработка для владельцев этого сервиса. Люди – это новая нефть, и владельцы сервиса бесплатно на вас зарабатывают. Если вы не понимаете, как, то это хуже всего. Если, допустим, мы используем приложения обычные в Телеграме, например, в Яндекс или что-то еще, там у нас появляется реклама, и там монетизация понятна, то здесь она непонятна. И в этом опасность. В VPN опасны не сами данные, которые вы передаете, а логины и пароли, которые вы первично вводите для авторизации в свои сервисы. Именно их перехватывают. Именно они хранятся у владельцев этих VPN-серверов. Дальше они могут сделать с ними что угодно. Они могут их продать, они могут их просто передать. Либо, если это иностранные серверы VPN, то это могут быть просто получать спецслужбы. Иной раз, я знаю, два случая, когда такие VPN-серверы организовываются в спецслужбе других стран. Второй негативный фактор, который вот при VPN, если его не отключать, то все банковские приложения, которые вы используете, например, вы записываетесь на госуслугах куда-то, это все идет через иностранные сервера. Наличие вашего логина и пароля дает возможность управления вашим аккаунтом. Собственно, вот такие дела, как поступать и что делать, решает, конечно, каждый сам. Но мы все-таки, наверное, посоветуем вам поберечь себя, потому что ни одно селфи, ни один котик не стоит административной и уж тем более уголовной ответственности. Это все. Вы смотрели прямой эфир. Увидимся во вторник. Пока.